следующий раз как ты захочешь сделать какую-то гадость скажи такой важный человек как я такой уважаемый такой хороший прекрасный он не может так плохо поступить нужно прийти взять гитару спеть какую-то красивую еврейскую песню рассказать какой-то причем какой-то душечипательную историю и человек сделаю человек исправится интеллектуальный процесс очень непопулярно сегодня сегодня бог это коуч который проводит групповые тренинги глава не цавим сегодня последний шаббат в этом еврейском году и я сомневался какую из тем выбрать есть несколько очень интересных тем и несколько очень интересных комментариев спорно на эту главу ну и поскольку это конец месяца ну и конец года шаббат перед роша шана я решил выбрать тему которая одна из центральных в этой главе это тема от шувы того что обычно русский перевод как раскаяние возвращение она важная она актуальная и и возможно зачастую эта тема она становится в наше время уже такой замыленной то есть когда говорят про шуву то поскольку очень много про это говорят в определенных кругах да то она уже теряется само понятие как часто бывает на которой много занимаются и у сфорно есть свой оригинальный взгляд на эту тему во первых этот взгляд он не тот который принято показывать на тему тшувы обычно смотрят совершенно другу другой подход показывают к тшуве можно сказать что это не модный сегодня взгляд и кроме этого в этом взгляде есть какая-то большая очень вера в человека и в человеческий разум что человек может своим разумом что-то постичь и что что-то сделать это очень понравилось что первых посмотрим что что написано в торе написано так и и будет когда сбудутся на тебе эти слова благословение проклятия которые изложил я тебе значит перед этим в предыдущей главе в главе китова были благословение проклятия то прими это к сердцу своему среди всех народов которым забросил тебя бог всесильный твой и обратишься ты к богу всесильному твоему и исполнять будешь волю его во всем что я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои всем сердцем твоим и всей душой твоей и возвратит бог всесильный твой изгнание твое и смилостиваться над тобой и опять соберет тебя из всех народов среди которых россиял тебе бог всесильный твой и так далее здесь говорится оба шафта дошима ну кэха и вернешься до всевышнего бога твоего если буквально переводить и будешь слышится слушаться голоса его все как я заповедую тебя сегодня что говорится в лучшего про раскаяние про возвращение к богу и вообще тема тшувы да как бы обычно простое понимание стандартное если можно так сказать если есть стандартное понимание этой темы человек совершил поступок какой-то там нехороший поступок намеренно или случайно и после этого он раскаивается на он осознает что он поступил неправильно что так поступать нельзя и исполняется наполняется раскаянием и соответственно начинает вести себя иначе так обычно понимается тема тшува теперь есть проблема вот здесь с русским языком у нас да поскольку я не знаю может я плохо знаю русский язык но я не знаю аналога слова тшува в русском переводят как раскаяние но раскаяние на иврите это скорее харата это другое понятие если мы возьмем систему тшувы наверное самый большой специалист в области тшувы это рабейн и иона из герунги один из главных оппонентов рамбома который написал целую книгу шары тшува врата раскаяния то есть интересная история на том что рабейн иона он настолько был против того что дело считал рамбом что в итоге это привело к тому что книги рамбом начали сжигать и рамбом подвергался травле и рабейн иона понял что так нельзя и он раскаялся из-за того что он делал и написал целую большую книгу важную книгу по этому поводу называется шары тшува врата раскаяния большая толстая книга есть неплохой очень перевод на русский язык в том числе в котором эту тему раскладывать разбирает очень подробно наверное это главная книга по этой теме у самого рамбом есть тоже очень важная законы тшувы законы раскаяния в его галахическом труде бешнетора и рабейн иона в своей книге шары тшува описывает из чего состоит процесс тшувы один из этапов необходимых это тоже харата это собственно говоря само раскаяние то есть сначала нужно осознать и рамбом также приводит что нужно часть шувы один из одной из ступеней шувы это раскаяться человек осознает что он совершил неправильно да то что ваш человек не понимает что он что-то сделал не так очень часто люди делают какой-то поступок и даже не в курсе что что-то есть в этом какая-то проблема и сначала человек осознает понимает что надо было поступить иначе и после этого он тогда раскаивается и есть другие этапы не менее важно чем раскаяние не будем сейчас залазить в эту тему потому что сформу здесь дает другой подход отличный от подхода рабейна иона точно и во многом отличный от подхода рамбома теперь само слово тшува означает не раскаяние а возвращение от слова лошув вернуться к чему возвращаются люди это большой вопрос кто к чему но подразумевается видимо возвращение к богу что человек как бы отдаляется от бога совершая неправильный поступок какой-то а когда он делает шву он возвращается обратно во первых мы здесь видим что понятие возвращение подразумевает что изначально человек как бы находится близко к богу by default как бы наша начальная позиция это очень еврейский взгляд даже человек изначально хороший а не плохой потому что если бы он был изначально плохой то есть как в христианстве есть такой взгляд да что человек изначально грешен то есть первородный грех то человеку ни к чему был бы вы возвращаться он может исправиться но это не называется вернуться то есть человек изначально хороший он совершает какой-то не такой поступок отдаляется и соответственно потом может вернуться второе что мы или что мы здесь видим на что это опять же возвращая возвращение к чему сегодня очень часто да вообще когда человек делает шум почему человек пришел в синагогу говорят что у тебя никто не умер не заболел и ты не разорился ты все равно пришел в синагогу да это непонятно да с чего это вдруг то есть нужен какой-то повод как правило негативный повод человеку происходит что-то в жизни часто тяжелое какой-то тяжелый период болезнь смерть проблемы и тогда он как воспринимает что есть надо надо куда-то вернуться надо что-то изменить или другой вариант люди часто делают шву сегодня это очень популярно среди богемы когда человек чувствует некую внутреннюю опустошенность человек поднялся забрался на эверест уже получил свой оскар или еще что-нибудь да и пусто внутри да ему как внутри плохо никто не умер и не заболел но ему в душе плохо и поэтому он делает шум это это такие сегодня популярные подходы обычно от шуме предшествует какой-то фактор ну чтобы человек что-то поменял что-то должно его подтолкнуть к этому да потому что как бы это закон физики да чтобы что-то сдвинуть да нужна энергия какая-то нужно чтобы человек что-то поменять нужно откуда-то взять на эту энергию посмотрим что говорит с форма значит он говорит так чуть-чуть чуть-чуть да почитаемся мы стараемся обычно как можно меньше с текстом работать чуть-чуть посмотрим в текст вашего-то иль-два-вэха и вернешься ты к сердцу своему значит вернешься ты к сердцу своему здесь есть вообще проблема да что значение слов сердце и душа всем сердцем твоим всей душой твоей не очень понятно в нашем понимании сердце это орган да это мышца которая качает кровь а душа это некое никому не понятное абстрактное понятие которое якобы в человеке существует и когда мы пытаемся понять простое прочтение текста тору то нам нужно объяснить что такое сердце что такое душа и сфорно вообще не только не только здесь это проявляется есть других местах он прямым текстом пишет он считает что сердце обозначает в тексте торы мышление центр мышления а душа это центр желаний центр чувств это поэтому соответственно в вашего-то иль-два-вэха и вернешься к сердцу своему значит значит и еще раз чтобы где мы в тексте находимся начало тридцатой тридцатого периода и будет когда сбудут на тебя все эти слова благословения проклятия которые изложил я тебе то здесь они перевели как прими это к сердцу своему среди всех народов которым я забросил тебя бокс и силе твой дословный перевод не примета к сердцу на вашего вернешься ты к сердцу твоему или это если повелительное наклонение то вернись к сердцу своему в следующем стихе во втором стихе написано значит и обратишься ты к богу сильному вернешься ты к богу сильному и будешь исполнять волю его то есть во втором стихе написано прямо текстом про душу да и вернешься что такое и обратишься ты к сердцу своему вернешься ты к сердцу ну здесь есть некая тавтология у нас вроде бы два предложения подряд повторяется то же самое сфорно это разбирается значит он говорит ваше вот эллвамеха идбонен бехелко асутер утешивем эллвамха яхдав лавхин аймет минашекер значит он говорит ты будешь размышлять над противоречиями и поместишь их вернешь их к своему сердцу то есть с точки зрения сфорно он переводит сердце как разум да в свой разум ты подумаешь о них яхдав вместе одновременно чтобы отделить истину от лжи и тем самым ты постигнешь насколько ты отдалился от бога в своих воззрениях и в обычаях и в поведении не соответствующим его торе что он здесь говорит немножко такой сложный здесь философский язык у сфорно есть проблема что когда он какие-то свои философские идеи излагает он излагает их таком сложном средневековом аваритете он возвращается на несколько сот лет назад потому что видимо философские книги которые он учил они были написаны на таком языке это немножко сложен для современного традиционного восприятия сфорно здесь говорит очень интересную идею он разделяет как бы на два этапа он говорит что первый посыл говорит про некий этап предшествующий тшуве тот этап который приводит человека к тшуве он говорит что человека побуждает к той тшуве я забегаю вперед там написано и вернешься ты до всевышнего бога твоего теперь в пророках вообще в Танахе мы находим тот же самый оборот только несколько отличающиеся написано например в книге царей вернешься ты к всевышнему богу твоему здесь написано вернешься ты до всевышнего бога твоего то есть как бы вплотную к Богу то есть есть некая тшува которая достигает как будто бы самого творца так что приводит человека к такой полноценной тшуве сейчас потом все это объясню нормальным человеческим языком он говорит что есть как бы некий этап который там предшествует что это за этап когда человек он размышляет одновременно над истиной и ложью и ключевое слово здесь одновременно и тогда он постигает как бы у него появляется некий объективный взгляд и тогда он постигает значит насколько он отдалился в своих воззрениях и в своих действиях от Бога и от его Торы Сфорно говорит следующее вечно он говорит что человек может непредвзято мыслить жизнь такая сложная штука и мир полный противоречий и на самом деле не может быть какого-то такого взгляда где все становится вдруг идеально и понятно где все как бы мы люди может быть не такие мудрые но есть какой-то мифический мудрец который видит этот мир вот как он есть ему все ясно все как разложено без противоречий это не так Сфорно говорит так не бывает мир так устроен что он состоит из противоречий он состоит из добра и зла если залезть в текст этой главы мы увидим что там даже перед собой жизнь и смерть добро и зло то есть есть как бы альтернатива в этом в этой жизни есть разные пути как с этим быть как бы с этим напряжением с этим противоречием можно говорить что нужно отрицать зло нужно только признавать добро нужно отрицать то что плохое признавать только хорошее есть истина и ложь но в этом мире тоже присутствует ложь а не только истина как быть сложным может быть отказаться от нее Сфорно говорит нет что нужно значит вот эти противоречия да как он так говорит проанализируй думай про противоречащие части и их нужно смотреть на них одновременно то есть идея в чем в том что есть такой закон например законов судей судье нельзя рассматривать дело если он услышал одну из сторон до он без внеприсутствия другой стороны здесь два человека 1 мой дом 2 это мой дом один из них пришел к суде говорит слушайте уважаемый судья я хочу к вам вас судиться потому что вы знаете мойша забрал мой дом он на самом деле я владелец и настоящий потом через 5 минут bye моя соответствующая я согласен вас судиться только на самом деле это мой дом он уже не кошерный судья ему нельзя почему потому что он у него из предвзятое мнение Он одну сторону услышал до того, как он услышал вторую сторону И он уже не сможет объективно судить Поэтому Сформа говорит, что человеку нужно То, что есть истина и то, что ложь Нужно на это смотреть одновременно Нужно уметь посмотреть на все стороны На все эти стороны противоречия На добро и на зло, на истину и на ложь Уметь посмотреть одновременно Как бы, по идее, и в Яшиву, и в университет Только в то же самое время Это очень типично для Сформа, который вырос в такой культуре В Италии, где они одновременно учили и Тору И параллельно изучали светские науки у христианских ученых То есть, это как бы не входило у них в какое-то противоречие И тем самым, он говорит, не бойся Не бойся, что твой разум слишком слабый Если ты будешь смотреть на это одновременно То твой разум, он достаточно сильный, чтобы справиться С тем, чтобы и понять, насколько ты себя неправильно Насколько ты заблудаешь Тогда ты увидишь объективную некую картину мира И ты поймешь, насколько твое поведение может быть неидеальным Откуда Сформа черпает эту идею, кроме реалий, в которых он жил Мы встречаем это тоже в Талмуде Мы читаем в Шма-Исраэль каждый день Ва-Автай Ташема-Лу-Каеха Бехоль-Левавха Возлюбив Всевышнего Бога твоего всем сердцем твоим С точки зрения грамматики еврейта можно было сказать Бехоль-Либха Всем сердцем твоим с одной буквой Вет В чем написано Бехоль-Левавха Буква Вет там удвоено Мудрецы толкуют это и говорят Бешне-Яцареха двумя твоими побуждениями С точки зрения наших мудрецов У него есть две составляющие Яцартов и Яцарара Хорошее побуждение и дурное побуждение И они говорят, что не надо игнорировать И не надо убивать свое дурное побуждение А нужно его использовать во благо Например, человек гордый Есть люди, которые очень-очень горды Нехорошее качество гордость Человек должен быть скромный Хорошо, что нужно делать со своей гордостью? Они говорят, ты ее не уничтожай Не пытайся ее в себе подавить А используй, например, я такой важный человек Как я могу плохо поступить То есть в следующий раз, когда ты захочешь Сделать какую-то гадость Скажи, такой важный человек, как я Такой уважаемый, такой прекрасный Он не может так плохо поступить И поэтому, то есть тебе эта гордость Вместо того, чтобы с ней бороться И ты все силы потратишь на эту борьбу И когда ты реально попадешь в какое-то испытание У тебя уже сил не останется И ты точно там проиграешь Вместо этого используй эту силу во благо То есть ты ее И так со всеми другими качествами Не уничтожай свое, как бы, составляющее Твоего я Используй их для того, чтобы двигаться К правильной цели То же самое говорит здесь В этом же ключе, говорит здесь и спорно Он говорит, что возьми обе стороны То, что ты видишь в мире Подумай над тем, что происходит в мире И пойми, что есть что-то, что правда Есть что-то, что ложь Есть что-то, что хорошее Есть что-то, что плохое И подумай над этим Одновременно И тогда ты увидишь целостную картину мира И это приведет тебя Сейчас мы увидим, к чему это приведет Это приведет тебя к исправлению То есть согласно сфорно Процесс идеальной чувы И как бы максимальный процесс чувы Сегодня все говорят про чуву Нужно прийти, взять гитару Петь какую-то красивую еврейскую песню Рассказать какую-то притчу Какую-то душечипательную историю И человек сделает чуву Человек исправится Правильно? Так это сегодня работает Сфорно говорит, что процесс чувы Самый высокий уровень чувы, который есть Он не чувственный А он умозрительный Он интеллектуальный процесс Очень непопулярный сегодня подход Так сегодня не модно Сегодня люди перестали верить в человеческий разум Человек не может Считается, что человек не может Своим разумом что-либо поменять Нужно обращаться к чувствам Все совершают действия На эмоциях Сегодня, когда хотят человеку что-то продать То как продавать? Нужно обращаться Не убеждать его, что это Раньше, как и была реклама Купить наш товар Потому что он самый лучший Из всех подобных товаров Сегодня нет Сегодня ты должен По этим какую-то красивую картину Потому что ты понимаешь, что это ложь Но он почувствует И купит Почему люди перестали верить В то, что голова тоже работает Сфорно Сегодня, когда хотят Чтобы человек Или когда мы хотим Себя изменить Хотим исправить что-то в себе То на что нужно воздействовать? Сегодня Принято считать Что надо воздействовать на чувства А не на мысли Не на разум Потому что Чувство Желание Управлять нам намного больше, чем разум Так и есть На самом деле, конечно В том мире, в котором мы живем Но Сфорно говорит Что если ты задействуешь свой разум Если ты поймешь Если ты посмотришь на этот мир Увелишь его таким, как он есть То это будет намного сильнее, чем чувство Понимаете? Он очень верит в силу человеческого разума Это типично для эпохи Ренессанса Не только у Сфорно Можем это встретить, мягко говоря Но Можно сказать, что да Сфорно так говорит Потому что он жил в 16 веке в Италии Как же еще ему говорить О том, что люди верили Но потом случился прогресс Потом случился холокост И все перестали верить в разум Но Но мне кажется, что есть в этом, да Потому что то, что говорит Сфорно Может, это правда Это действительно то, что Тор имеет в виду В этом, да, есть большая глубина Человек может посмотреть на мир Посмотреть на него объективно На все стороны вместе И это приведет его Посмотрим Сфорно продолжает Посмотреть В конце сделаем резюме Значит, и следствие Такого взгляда будет Следствие такого носительного процесса Вешавта До Всевышнего Бога твоего То есть ты сможешь подняться Прямо, как будто бы ты С Богом по мнимку На такого уровня Он говорит Будет твоя тшува Будет твое возвращение Только для того Только с целью Исполнения воли Твоего Творца И это тшува Про которую сказали мудрецы Благословенной памяти Что он достигает престола Слава Бога Тут тоже он говорит идею Это может быть Очень религиозная идея Она тоже сегодня непопулярная Но мне кажется, что она супер важная Для того, кто хочет прикоснуться к Торе Это основа основ Почему люди соблюдают Тора? Почему надо Тора соблюдать? Человек, допустим, возьмем нашего артиста Который получил свой Оскар наконец-то Всего в жизни добился У него внутреннее опустошение И он понял, пришел, узнал вдруг, что он еврей Осознал это и начал соблюдать Сделал Тшуру Он исправился Это замечательно Сформу говорит, что это не Тшува Это не настоящая Тшува Нельзя сказать, что это вообще не Тшува Все имеет свою ценность Но это не Это не вернешься до Всевышнего Бога Твоего Потому что у человека есть какие-то внутренние потребности И человек, чтобы удовлетворить это У него есть потребность Ему внутри пусто Он хочет, чтобы у него внутри было не пусто У него есть дискомфорт Он хочет дискомфорт Что он хочет сделать Перебороть Убрать его Исправить Исправить И ради этого человек Что-то меняет в своей жизни И потом всю свою жизнь Живет праведник До конца своих дней Умирает в 120 лет В кругу семьи С почетной и благородной сединой Всеми любимой и уважаемой Это не есть идеальная Тшува Это не называется, что человек на самом деле исправился Потому что его возвращение было на самом деле Не возвращение к Богу Куда была его Тшува А возвращение к удовлетворению каких-то своих потребностей Это опять была работа своему эго О не служении Богу Идеальная Тшува Та Тшува, которая достигает престола и слава Всевышнего Это когда человек делает что-то Он делает это Выполняет Соблюдает Тору Только для одной цели Для того, чтобы выполнить волю Бога Потому что Бог так приказал И другой причины у него нет Не потому что ему так хочется Не потому что он без этого жить не может Или еще что-то Бог так приказал, а мы так делаем Почему евреи соблюдают Шаббат Потому что Бог приказал соблюдать Шаббат И это и есть самый высокий уровень Теперь достичь этого уровня С формой чувствами невозможно Потому что всегда, когда ты достигаешь Что-то ты почувствовал Ты начал соблюдать Шаббат Это ты почувствовал Это твои ощущения И ты знаешь, что чувства не важны Просто они не приводят тебя к этому К этому можно прийти только с помощью интеллектуального процесса Когда ты осознаешь Ты смотришь на мир таким Видишь его таким, как он есть И ты понимаешь Что нужно выполнять то, что сказал тебе Бог Этого можно только своей головой достичь Для этого нужно как бы думать В общем, зависим нравится тебе Да, может быть, тебе это очень не нравится Вообще, в другом месте Ранее немного Сфорно пишет Я не стал копировать себе этот текст Он пишет достаточно в жесткой форме критику Скрытую критику своих современников В том, что Здесь он на это только намекает То, что люди соблюдают Тору Что в то время, видимо, в Италии Была такая тенденция Что евреи, да, соблюдали Тору Потому что они считали, что это полезно Что это важно Что это традиция Из уважения к предкам Как мы можем не соблюдать Если наши предки столько лет соблюдали Шабаба Сейчас говорят, что кашрут это полезно Да, кашрут это полезно Или это еврейская традиция Как твои дедушки в Холокосте И так далее Сфорно очень-очень резко против этого выступает Он говорит, что тшува на самом деле То есть соблюдение Тора-лишма То, что называют своими Это только если человек осознает Что нужно это делать Не потому, что он не может Потому что его чувство какое-то А потому что так Бог заповедовал Бог приказал, я слушаюсь его приказов Это Кто-то на этой неделе в фейсбуке написал Что Хорошо, что надо Что раньше Бог был царем Сегодня Бог это Коуч, который проводит групповые тренинги Никто не готов принимать авторитет в наше время Все хотят Все хотят, чтобы Мы седем с Богом в один круг наравне И мы будем вместе с ним Почему нам слушать его приказы Пусть он нас сделает так Что мы сами захотим Пусть убедит нас Пусть сделает нам коучинг Тема Рошана На самом деле Если уже трону эту тему Она в том, что Бог, он Мелех Переводит как царь На самом деле Проблема с переводом На то, что Для Даврити есть два разных слова Есть Мелех и Мушель Мушель это как тиран Царь, который царствует насильно А Мелех это тот царь, которого народ хочет Чтобы он был их царем Он царствует Постольку, поскольку народ Поднуждается и хочет его царство Когда мы в Рошана говорим, что Бог он царь Это центральная тема Рошана Это не означает, что Он нам заставит нас что-то делать Это то, что мы принимаем на себя Принимаем на себя его указания Почему мы принимаем? Мы можем принимать, потому что Мы так почувствовали Мы можем принимать, потому что Нас заставили А можем принимать, потому что Мы осознали Что он царь Что нет как бы другой реальности Что это и есть реальность Это и есть самый высокий уровень Это осознание Осознание, что Бог он действительно Мелех Что он царь Это то, к чему нужно стремиться. Говорит, сфорно, бхоль левавха, значит, ты вернешься ты к Всевышнему Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей. Бхоль левавха, всем сердцем твоим. Шилоти стопек бц, что у тебя не будет в этом сомнений. Поскольку сердце у сфорно, это опять же разум. То есть, настолько это осознаешь, что это станет для тебя настолько очевидно, что у тебя не будет в этом сомнений. Потому что пока ты не прошел такой мыслительный процесс, у тебя да, в этом есть много сомнений. Потому что мир да, полный противоречий. У бхоль навшиха, шилотним нами зеа нефеш амитава ба кирха года леонья. А всей душой твоей, душа у сфорно, это центр желаний, опять же, да, это все сложничающие чувства и желания, чтобы твоя нефеш амитава, жаждущая душа, то есть, твой центр твоих желаний не будет мешать тебе этим, поскольку ты постигнешь величие года леонья, величие этой темы, величие этого дела. То есть, сфорно говорит, что ты можешь настолько это осознать, потому что есть проблемы, да, говорят, ты осознаешь очень хорошо, но позавтра тебе захочется чизбургер, он очень вкусный, да. И ты понимаешь, но чизбургер все равно ешь, да, как быть. Так, сфорно говорит, что можно достичь такого уровня осознания, когда тебе настолько вещи становятся ясные и очевидные, что они становятся сильнее, чем твои желания. Понятно, что такой подход требует работы. Это не что-то, что можно вот прийти, послушать песню под гитару, и вот этим проникнуться. Это требует, наверное, не одного года работы. Поэтому это сегодня очень непопулярно, чтобы было быстро и легко растворимо. Но это и есть истина. Это, как мне кажется, сфорно абсолютно правдно. Что это и есть настоящая джувана. Еврей, который живет по Торе, в полноценном смысле этого слова, он живет по Торе, потому что он постиг, что это, что Всевышний он Бог, и что это его указания, и что их надо исполнять. Это может быть настолько сильно, что у него даже желания, они подчиняются. Они не исчезают, но они подчиняются. Потому что человек понимает, ему очень хочется пройти через стену, но он понимает, что перед ним стена, он сейчас ударит слабым голбом, то он не пойдет через нее. Это определенный уровень. Наверное, есть более низкие уровни, более простые. Да, сначала почувствовать. Нужно использовать в наше время все, что работает. Но мне кажется, очень важно понимать, что есть вот этот настоящий уровень. Этот настоящий иудаизм. То, что на самом деле Тора имеет в виду. Который, может быть, не у каждого сразу же быстро. Хотя дальше написано, что это запутин очень легкая, очень простая. Осознать эти вещи должно быть легко и просто. Но мы живем в такой век, когда очень мало значений придается разуму. Когда очень много когда значений придается чувством и желанием. Люди говорят о том, что они чувствуют, а не о том, что они думают. Думать не принято. Это сложно. Так получилось, что мы надеялись и живем в этот век. Не мы это выбрали. Но мне кажется, что это крайне важно для того, чтобы понимать, что на самом деле имелось в виду. Какой отец. Какой отец. Продолжение следует...